Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Это и алгы с обращением к высшим божествам Аи. Это и обряд очищения дымокур. Считается, что темные силы боятся дыма, как огня. Ну и, конечно, кульминация праздника – хоровод Ассохай. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Немного о правилах. Палку перетягивают два спортсмена. Они садятся друг напротив друга. Ступнями упираются в доску до упора. И по команде стараются вырвать палку из рук соперника. Несмотря на простоту правил, масс-рестлинг – это зрелищный вид. История масс-рестлинга в Детях Азии начинается со вторых игр, которые проходили в Якутске в 2000 году. Этот якутский национальный вид спорта распространился по всему миру. И здесь задействованы не только сила, но и ключевую роль играет ловкость и сноровка. Масс-рестлинг Именно непосредственно мы занимаемся развитием масс-рестлинга в своей республике. Я являюсь гражданином Республики Узбекистан. У нас есть спортзалы, тренеры. Недавно у нас получили спортсмены-мастера международной категории. Мастера спорта есть. В Киргизии у нас есть заслуженный тренер по масс-рестлингу даже Марат Роматов. В смысле масс-рестлинг очень хорошо развивается, страна Азии. На восьмых играх «Дети Азии» представлены 19 команд. Среди них Индия, Пакистан, Бангладеш, Монголия и другие страны. Соревнования проводятся по действующим правилам Международной Федерации масс-рестлинга. В отличие от масс-рестлинга для взрослых, на этих соревнованиях тоньше палка и чуть ниже упорная доска. Но правила те же. Всего на масс-рестлинге будет работать 20 судей. Нергуй Дагвадорш из Монголии выступает в весовой категории до 50 килограммов. Чтобы уложиться в свою весовую категорию, юному Мажинге пришлось сбросить 6 килограммов. Кстати, спортсмен масс-рестлингом занимается лишь год и уже принимает участие в таком масштабном соревновании. Масс-рестлингом я занимаюсь один год. Главная цель моего участия на играх Дети Азии – набраться опыта. И в дальнейшем я хочу участвовать на чемпионатах мира по масс-рестлингу. В первый день соревнований уже были выявлены чемпионы и призеры игр весовой категории 50 и 60 килограммов. В финальных схватках особо отличились родоначальники масс-рестлинга – якутские спортсмены. Роман Сайвинов, Виталий Абрамов. Максим, а ты знаешь, какая игра считается старейшей в мире? Рискну предположить, что это игра го. О-хо, совершенно верно. Представляешь, в нее играли аж 5000 лет назад. А императоры, философы и монахи Древнего Востока и вовсе считали го лучшим упражнением для ума. И неудивительно, ведь во время этой игры работают сразу оба полушария, а соперники во время партий просчитывают в уме десятки миллионов вариантов ходов. Давайте знакомиться с юными вундеркиндами игр Дети Азии. Говорят, для того, чтобы узнать правила игры го, достаточно пяти минут. Но для того, чтобы стать мастером, потребуется 10 лет. В этой, с одной стороны, такой простой, такой понятной и логичной игре вариантов развития после девятого хода больше, чем атомов во Вселенной. Го – это то, что оставляет надеяться на то, что мы не все погрязнем в компьютерах, но мы еще будем друг с другом припроводить время, общаться, общаться руками. Если в шахматах после четвертого хода может быть около 100 тысяч позиций, то в Го более 16 миллиардов. Древняя игра претерпела незначительные изменения и по сей день остается в тренде и на пике своей популярности. Го – это тихий разговор руками, потому в нее могут играть люди, владеющие разными языками мира. Так, получить удовольствие от общения и набраться опыта, приехала команда Сибирского федерального округа. Мы не претендуем на первые места, но ребят готовим бороться, не сдаваться. Они настроены по-боевому, заряжены, в первую очередь хотят получить опыт. Соперники в первом туре попались у нас уже именитые, известные на всю страну, поэтому они вдохновлены таким соперничеством, им приятно с ними поиграть. С небольшим отрывом в 60 очков потерпела поражение Ангелина Борисова. Признается, что ничуть не расстроилась. Участница из Москвы конкурентку не видит напротив. Довольно знакомству и общению. Кого главным соперником считаешь? С какой страны, какого региона? Я не считаю никого главным соперником, потому что народы все одинаковые. И соперников нет. Не должно быть соперников. А Ульяна Борисовская из Челябинска самой первой закончила тур и одержала победу, которая досталась ей без борьбы. Я пришла на турнир. Мне сказали садиться играть с девочкой, она просто не пришла. Мне сказали подождать 30 минут. 30 минут прошло и мне засчитали победу. Ну и как ты считаешь, тебе повезло? Ты выигрыши или все-таки хотелось побороться? Мне бы хотелось поиграть, побороться все-таки. Какая-то странная победа. Соревнования будут проходить в течение шести дней. В первые дни определяются лучшие в командном турнире. Далее будут разыграны медали в парном первенстве и в личном зачете. Катерина Винокурова, Вадим Барашков. Старт и спортсмен бежит изо всех сил по ровной дорожке стадиона. А ведь это только тренировка, но накал и волнение уже чувствуется. За право стать королем или королевой легкой атлетики поборются действительно самые лучшие. На стадионе Туимада с раннего утра идут тренировки по легкой атлетике. Я решила подойти к юной спортсменке из Таиланда. Танрада родом из солнечного Таиланда. Десять лет шуструю и быструю девочку заметили учителя в школе и порекомендовали ей заняться атлетикой. С тех пор она пятый год усердно занимается бегом. Я буду бегать на эстафете с 4 на 100. Я и мои друзья ждем этого события. В Якутске я впервые и очень волнуюсь перед соревнованиями. Я считаю, что Якутия очень красивое и удивительное место. Здесь, конечно, немножко прохладно, тем не менее мне все нравится. Я заметила, у вас много мяса в рационе. Еда сильно отличается от нашей, но очень вкусная. Волнуются не только юные спортсмены, но и их тренеры. Ведь большую часть времени они проводят вместе. В любом виде спорта успех достигается в тандеме тренер и спортсмен. На данный момент мне сложно сказать, какая команда окажется сильнее. Конечно, все стремятся к победе, отдают максимум сил на соревнованиях, но все покажет результат тренировок. Это мой первый опыт участия в играх в качестве тренера. Желаю всем удачи. У нас ежегодно в Баку проводится в рамках мемориала тренера Антипова проводятся якутские прыжки. Поэтому опыт не у этих молодых спортсменов, а мы имеем опыт проведения и участия в этих соревнованиях. Сборная Узбекистана, Казахстана, Якутия, конечно. Новые команды здесь появились. Пакистан посмотрим. Таиланд вот видели девочек. После общения с юными спортсменами чувствуешь радость и гордость за них. Несмотря на то, что они совсем юные, у них огромный потенциал и воля к победе. Для каждого из них участие на играх «Дети Азии» – начало большого пути. Они умеют радоваться таким простым вещам, как прохладный воздух и белые ночи Якутии. Я не ожидала, что здесь будет настолько хорошо. Это удивительный регион и счастлива быть здесь. Белая ночь – это самое прекрасное, хорошее. Легкая атлетика действительно считается королевой спорта. Ну а мы совсем скоро узнаем, кто же быстрее, выше, сильнее в данной дисциплине. Дайя Барашкова, Степан Атостыров. Восьмые спортивные игры «Дети Азии» соберут около 200 сильнейших борцов в спорткомплексе «Триумф». Всего 20 команд с разных иностранных стран, а также федеральных кругов будут соревноваться по четырем видам спортивной борьбы. Эти соревнования собрали у нас дисциплины по вольной борьбе, по женской борьбе, по греко-римской и спорт глухих. Это очень динамично развивающийся и, в принципе, для этих игр очень важно, чтобы поддержать таких ребят. Количество спортсменов небольшое, но, я надеюсь, оно увеличится. Потому что есть ребята, которые, выступая на таких соревнованиях, как «Спорт глухих», показывают результат и среди взрослых спортсменов, на соревнованиях взрослого разряда, среди тех спортсменов, которые представляют нашу страну и на европейских, и на мировых первенствах. Команды тренируются перед важными стартами. Юные спортсмены волнуются, но уверены, что любая подготовка – залог успеха. Сборная Кыргызстана готовится к соревнованиям усердно. За медаль поборются 23 спортсмена, 4 из которых в женской борьбе. До этого мы готовились очень много и хотим завоевать первое место. Поднимем флаг Кыргызской республики. И до этого я стала двукратной призеркой Азии в Ярдании и в Бахлине. Тогда я боролась в весовой категории 33, а в Ярдании – 36. А сейчас я буду бороться 46 килограммов. Секретами успеха с ребятами делятся и именитые спортсмены. Бронзовый призер игр в Риа-де-Жанейро, серебряная и бронзовая медалистка «Игр Содружества» и чемпионата Азии Сакши Малик участвовала в четвертых играх «Дети Азии» в составе сборной Индии. Тогда она одержала победу в женской борьбе. Сакши встретилась с юными борцами, настроила ребят на победу. На самом деле вольная борьба – это очень тяжелый вид спорта. Он для очень сильных, дисциплинированных людей. Сегодня я показала и рассказала некоторые секреты, которые помогли бы участникам игр быть успешными спортсменами. Поединки по вольной борьбе среди девушек пройдут по семи, среди юношей – по девяти весовым категориям. Борцы по греко-римской борьбе сразятся в семи весовых категориях. Завершит спортивную борьбу – спорт глухих. Анна Васильева, Иван Царакумов. Сначала небольшая разминка. После вброса мяча на поле начинается игра. Главное отличие баскетбола 3 на 3 от обычного баскетбола. Видны даже непрофессиональному спортсмену. В первую очередь это одно кольцо и по три участника от каждой команды на площадке. Адаптированы и правила игры. Здесь штрафные назначаются только за нарушения, совершенные во время броска. Но в целом изменения в правилах баскетбола 3 на 3 делают его более динамичным и захватывающим. Среди девушек без поражений сыграли команды Республики Белоруссии, Якутии и Казахстана. Сегодня они продолжают борьбу за победу. У мужских команд очень хорошо себя показала команда Таиланда. Команда Саха показала 50% результат. Одну игру выиграла, одну проиграла. Команда Белоруссии выиграла две игры. У мужских команд борьба в группах такая более запутанная. Я думаю, что там в последний день будут определяться команды, которые выйдут в плейл. По традиции у каждой команды перед игрой свой ритуал, который должен принести удачу. Также для победы в баскетболе большое значение имеет рост. Мы более сильные в индивидуальном плане. У нас повыше игроки, поэтому нам было полегче. Мы больше играли под кольцо, больше играли на больших игроков. И у нас в принципе все получилось. Также мы играли от защиты, самое главное. Мы начинали с защиты, отыгрывали в защите, поэтому у нас получалось нападение. Баскетбол 3 на 3 – это игра, где каждый бросок может быть решающим. Она требует особой выносливости и быстрой реакции. В стритбол более быстрая игра. Тут нельзя постоять, отдохнуть. И поэтому в стритбол, кстати, тяжелее играть именно по выносливости. Там постоянно нужно двигаться, не стоять на месте. А в баскетболе по-другому. Имена призеров и победителей будут известны 1 и 2 июля. Ирина Жданова, Радомир Сергеев. На этом выпуск дневников игр «Дети Азии» подошел к концу. Смотрите нас каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин